Четыре дня врача не вызвать. Скоро не приезжают. Голова кружится и до сижу, не до сижу. На улице стояли 3-4 часа, люди в оморок падали около регистратора. Это кадра из 14-й поликлиники. Она считается одной из самых проблемных в городе. К учреждению прикреплены около 100 тысяч человек. Сейчас из 28 терапевтов принимают только 11. Работают они по 12 часов ежедневно. К слову, в тот момент, когда губернатор посетил больницу, очередь пациентов волшебным образом растворилась. Об этом сразу начали злорадствовать в соцсетях. Пользователи говорят, что пациентов просто завели через другой вход. Однако позже эту информацию проверк главный врач больницы. Очередь на самом деле никуда не исчезла. На тот момент, когда губернатор находился, количество пациентов в регистратору было достаточно минимальным. И по словам главного врача, очереди, о которых говорили люди, это очередь в кабинет за больничными листами, а не в регистратуру. Кстати, накануне Томенко встречался и с медиками городской больницы номер 5. Напомним, на базе больницы был развернут первый ковидный госпиталь в Алтайском крае. С апреля многие врачи ни разу не были в отпуске. Сейчас много работы с тяжелыми пациентами. Сил не хватает. Хирурги, гинекологи, эндокринологи и другие специалисты уже давно работают инфекционистами. Также помогают студенты-медики, которым еще бы учиться, говорит главврач. Они уже на передовой. Без ограничительных мероприятий, это мое глубокое убеждение, любого рода, без противоэкономических грамотных мероприятий, только силами врачебного состава, который лечит тяжелых больных, мы эту эпидемию не переломим. Я не за то, чтобы предприятия останавливались, экономика останавливалась, но какие-то вещи, как массовые свадьбы, какие-то еще другие мероприятия, без которых можно обойтись. По словам губернатора, после всестороннего изучения эпидситуации в крае, было принято решение, что новую волну жестких ограничений общество будет сложно пережить. Поэтому остается уповать на дисциплину людей. Это усиление контроля масочного режима в транспорте и в магазинах. Ирина Корчагина, День с толком.